Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегек пришел следующий вопрос. Зачем служится литургия прежде освященных даров? Почему нельзя служить обычную? Когда создавался устав в дни Великого Поста, возник вопрос, а как же служить литургию? В дни Великого Поста литургия, как торжество пасхальной радости, как торжество пришедшего Царства Божьего в силе и правде, Богослужение яркое, радостное, торжественное, не совсем уместно. Пост, время строгой эскетики, созерцания, взгляда вглубь души, молитвы покаянной, очищение себя от скверной плоти и духа, а литургия – это всегда праздник. Это всегда радость. Это всегда Пасха. А до Пасхи еще 40 дней. Сейчас надо быть в слезах, в знакомстве с самим собой настоящим. Необходимо быть в таком покаянном диалоге с Богом. И как же ты возьмешь на это все силы, если будешь причащаться? Дилемма? Дилемма. Причащаться надо? А литургии нет. А до субботы, воскресенья пойди доживи еще. Там ближнего своего съешь. Как стаканчик мороженого. И даже не подавишься за эти дни. И поэтому церковь пришла к такому замечательному решению. Освящать святые дары в воскресный день. Не один агнец заготавливать для причащения верных только лишь в воскресный день. Но и агнец для среды и пятницы. Чтобы в этот день дважды в неделю верные могли причащаться. Монашествующие. Но при этом без торжественного совершения приложения хлеба и вина в тело крови Господня. Все уже тело крови Господня находится на престоле с воскресного дня. Специальная тарелица, покрытая звездицей, покровцом, куполочком. И с благоговением в среду, пятницу. Или может быть в какой-нибудь другой день на неделе, если припадает праздник, допустим, сорока севастийских мучеников или обретение головя на крестителе, причащаются уже с заготовленными дарами. Тихо, благородно, духовно, спокойно. С минимальной торжественностью, но максимальной сосредоточенностью. Причащались вечером, между прочим. Литургия против чёрного дрова – это вечерняя служба. Целый день христиане ходили голодными. Ну, пост древних времён – это не едение пищи в принципе. Немножко хлеба, немножко воды, так в течение сорока дней. Вот это пост. И поэтому причащаться вечером натощак не было проблемой. Сейчас мы служим всё равно в вечернюю службу, но утром. Хотя я уже знаю, достаточно много священнослужителей во всех городах и весях начинают практиковать служение литургии и прийти в священную дрова вечером. Можно прийти с работы и вечером причаститься в этот день. Сложно, конечно, на работе целый день быть голодным. Кто-то соблюдает шестичасовой евхаристический пост, кто-то с утра только по расфорочку святую воду съел и выпил. И целый день хранит себя от вкушения пищи похвально, достойно. Но если минимально шесть часов, что у нас получается? Литургия, допустим, начинается в пять. Ну, где-то к шести, к семи уже можно будет причаститься. Но до обеда что-то вкусить можно, после обеда мы уже не вкушаем ничего. Напоминаю, что минимальный евхаристический пост – это шесть часов. Ну, можно даже восемь, ну, минимум шесть. Кто будет причастаться на Пасху, имейте себе в виду. Если литургия, грубо говоря, в двенадцать, то шести часов вечера уже мы не едим и не пьем ничего. То же самое перед вечерней литургией прежде священных даров. Вот, как смог ответил, какой-нибудь литургист ответил бы более предметно, с датами, с именами и фамилиями. Ну, так, чтобы было понятно. Ответил просто и доходчиво. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.